Телеканал Юрген в Триколор ТВ. Благодаря решению главы КОМИ, телеаудитория республиканского телевидения приросла сразу до 35 миллионов человек в европейской части страны. Только в КОМИ Триколор смотрят более 300 тысяч жителей. Прежде им приходилось искать Юрген с помощью домашних антенн. Теперь же все куда проще. Мы в цифровом качестве в пакете региональных телеканалов спутникового оператора. Максим Васильев о масштабности события и о том, как на смену устаревшим технологиям приходят современные решения. Внимание Юрген в Триколор ТВ. Расскажи родным, друзьям и соседям. Охват аудитории – основа или, если хотите, краеугольный камень развития любой телевизионной сети. Для федеральных гигантов, с учетом мультиплексов, наборов каналов обязательных для всей страны, этот вопрос стоит не так остро. Для региональных же – жизненно важный. Раздача сигнала в аналоговом вещании сегодня уже анахронизм. Миром правят цифровые технологии. И с января следующего года устаревшие аналоговые сети уйдут в историю. Адаптация местных телекомпаний и телестудий к новым условиям – важная необходимость их выживания. Юрген в Триколоре – это хороший союз, несомненный прорыв и успех республики. Хочу поздравить телеканал Юрген, потому что сегодня он включен в пакет Триколор ТВ. И сегодня зрителями канала в европейской части больше 35 миллионов человек стало. Это колоссальная аудитория. Я еще рад и потому, что наши соотечественники, наши земляки, которые живут в других территориях, тоже сегодня могут с удовольствием смотреть, наблюдать, следить за тем, что происходит в республике. Мы, во-первых, предложили жителям республики Коми качественный телевизионный сигнал, который дает Триколор ТВ. Мы охватили телевизионным вещанием населенные пункты, которые находятся вдалеке от крупных городов, удаленные населенные пункты. Ну и мы ответили, наверное, на вопрос, который много лет подряд задавал республике съезд Коми народа. Именно съезд Коми народа в свое время ставил вопрос о вхождении телеканала Юрген в Триколор ТВ. Все это, конечно, не было бы возможно без решения, без поддержки руководства республики. И вот в настоящее время руководство республики пошло на этот шаг. И, собственно, этот важнейший момент, важнейший шаг был осуществлен. С 7 июня Юрген уже в Триколор ТВ. Пока в тестовом режиме. В региональном пакете на 26-й кнопке уже сейчас жители Коми могут смотреть родной телеканал. Аудитория Триколора только в европейской части страны почти 12 миллионов абонентов. Иными словами, 35 миллионов человек. А в республике этим шагом мы входим практически во все дома, где прежде не были. По нашим данным, на территории республики Коми количество абонентов Триколор ТВ порядка около 110-112 тысяч абонентов. Умножая на коэффициент семейности 2,7, мы получаем приблизительно около 300 тысяч жителей республики. На мой взгляд, нельзя оставлять такое количество жителей без регионального телевидения. Собственно говоря, приоритет был сделан именно покрыть тот сегмент, который нас не видит. Переформатировать свое вещание самостоятельно и, скажем, выйти на спутник своими средствами – утопия для любых региональщиков на местах. При всем уважении. Вот и приходится искать варианты. И все ключевые решения принимать региональным властям. Несмотря на негласный мораторий на любое изменение списка телеканалов «Спутника» на время футбольного мундиаля, политическая воля – все еще главный движущий фактор. И он у нас есть. Основное преимущество, что телеканал «Юрген» смогут видеть по всей территории республики Коми. Ну, наверное, не стоит говорить, что заехав в любую деревню, вы увидите, что практически на большинстве домов стоят тарелки, и люди смотрят, собственно, как правило, пакеты спутникового телевидения. Это первое преимущество. Второе преимущество – это тот потенциал, который дает возможность вещать на территорию всей Российской Федерации. Это, во-первых, и сохранение и популяризация Коми-языка. Теперь не только в республике Коми, но и носители языка в других регионах смогут получать новости на Коми-языке, смотреть передачи, ну и вообще быть в курсе того, что происходит в республике Коми. Ну и, безусловно, телеканал Юрген является достаточно серьезным ресурсом продвижения республики Коми. Тут можно говорить и о, собственно, туризме, и вообще, собственно, продукции республики Коми, ее экономическом инвестиционном потенциале. Вхождение Юргена в Триколор именно сейчас для республики как никогда значимо. Именно за спутниками будущее, именно они лишь останутся единственно доступными после смерти эфирных аналоговых сетей. Триколор ТВ уже сейчас предлагает доступный по стоимости комплект и пять лет бесплатного осмотрения основных телеканалов. Мы там, напомню, уже есть. Будущее уже настало. Сомнений быть не должно. На смену неуклюжим комнатным антеннам приходят технологии из сверхвозможности настоящего. Жители республики не будут в этом ущемлены. У нас стесняются сказать о том, что это важно, потому что каким-то образом произошло такое со стороны отдельных политиканов на федеральном уровне зомбирование, что вот деньги на СМИ это плохо. Нет, не надо им давать. Давайте лучше там все потратим на дороги. Хотя мы знаем, что, к сожалению, во многих регионах, когда начинают делать дороги, часть денег обычно как-то не туда уходит. Но, видимо, это поэтому и призывают, потому что если ты отдашь их СМИ, там украсть-то невозможно. Все это довольно прозрачно. А почему нельзя на СМИ-то тратить? То есть, просто надо признаться честно в том, что СМИ – это важный пропагандистский инструментарий и это важный инструмент для воспитания, для образования. И все-таки есть у региональных каналов серьезное преимущество перед федералами – близость к своему зрителю. Вряд ли кто из жителей республики со своими проблемами и радостями поедет в Останкино. Юрген ближе, роднее, да и эффективнее. Внутреннее социсследование показало – 60% зрителей Юргена очень рассчитывало на вхождение нашего телеканала в Триколор. Ну что же, республика этот призыв услышала. Отличная новость! Юрген теперь в Триколор ТВ. Расскажи родным, друзьям и знакомым.